Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это благоприятно Но для тех, кто ходит на работу По крайней мере, может кто-то из вас ходил когда-то Знаете, в каждом профессиональном сообществе Принято, а уж в серьезных фирмах Принято периодически отправлять сотрудников Профильных комитетов Или как-то отделов Еще розы есть, да? То есть, не 10 лет добавить Стоп Периодически, раз в какое-то время Отправляют их на повышение квалификации Или там просто на обмен опытом Знаете, они съезжаются, бухгалтера Там всякие юристы Каждый в своей компании И вот как-то делятся Случаями с практикой Как они там преодолевали Какие-то сложности Какие-то недопонимания, может у кого-то есть На общее обсуждение выносят И, соответственно, повышали квалификацию Если там есть какое-то обучение встроенное Ну, раз уж здесь никто на кармическую работу не ходит То единственным местом нашей работы Остается духовная практика И нам тоже иногда нужно устраивать В принципе, для этого устраиваются все Киртан Мэлы, Джаба, Ретриты Садху Санга Счастливое место Как оно? Джу Как называется место? Не-не-не, не Джанбудвипа Там, где Садху Санг сейчас проходит Наде как-то Джуга Джубга Джубга Вот, несчастные, предные Ну, благо, что у нас здесь немного несчастных Все остальные счастливые там По крайней мере, те, кто хотел попасть, попали Вот И, в принципе, для этих целей устраиваются Все эти профильные Профильные собрания вайшнавов Встречи вайшнавских комитетов По воспеванию святых имен На челотках В Киртане В пуджаре собираются Обсуждают стандарты новые, старые Вспоминают Это тоже, кстати Это тоже неплохая вещь Иногда ведь мы В обычной практике даже В своей, в которой мы вот Миллион лет уже, наверное, практикуем И в этой жизни апогеи достигли Время духовной Мы вот делаем какие-то вещи Которые обычно мы делаем каждый день И через какое-то время Мы даже не замечаем Что мы, например, стали Как Матэджа На занятиях Заговорили про джаку И я говорю А вот как мы берем четких Каким пальцем? Он говорит Средним и большим Все правильно В какой палец не участвует Джайк? Указатель Все правильно Как В какой В какой точке Че так мы произносим Махаматрану Берем, забываем Да, как Как перебираем Она говорит Ну, от себя И вы говорите Как от себя Она говорит Ой, как это от себя Она говорит Ой, а я от себя повторяю И вот, то есть Понимаете, у человека Я говорю, давно Она говорит, да нет Ну, как бы Я даже, говорит, не заметила Ну, вот я помню Что полгода назад Я вот на себя повторяла Ну, то есть Четки на себя шли Вот И Здесь какие-то простые вещи Мы не замечаем Кстати, очень Хороший вариант Периодически Пересчитывать свои четки Знаете Никто не знал Никто не ведал А тут раз И 107, оказывается Бусин 103 103 даже, да? Ничего себе У вас стерлось там Пяточек целый Сложно Они стерлись Там просто Они по-молчанию Такие шли Из-за него А, шли уже Из-за чего Да, да Такие Дураковые получаются А Я так 103 А потом еще 5 В эту сторону Получили Ну, так Ну, вот Бывают Какие-то простые вещи Которые мы Каждый день Род делаем И вдруг Как-то оно Замыливается И мы даже не обращаем На это внимание Что мы уже В чем-то тканяемся Что-то не то Начинаем делать И поэтому Вот эти Вот эти встречи Такие Вот чем Чем дольше И однообразнее Будет встреча Тем лучше То есть Если это Ну, как бы Если это ретрит Если это джапа ретрит То там только Все должно быть Вокруг джапа вращаться Минимум всего остального Только вот Присутствует Должно Ну, максимум Вот именно в этом Мактинот Такур Говорил Что нужно Периодически Устраивать себе День святого имени Когда мы Просыпаемся утром Совершаем Обновление Садимся Повторять мантру И до Потери сознания Ее повторяем Ну, пока Вот все Уже сил не будет То есть целый день Он говорит Садитесь И повторяйте целый день Просто Ничего не надо Просто повторяйте Повторяйте Садитесь Это Это знаете Это 220 градусов В духовке Нашего ума Сразу включается Он выжигает Всю дурь Вот этот день Он выжигает Дурь Из головы Вот Причем реально Вот нужно Отключить телефон Интернет Вообще забыть Что это слово Существует Договориться Как-то так Чтобы Ну, чтобы Если уж К вам кто-то и собрался Чтобы они В этот день Повременили Ну, пожертвовать Вот можно Даже ради этого Можно Денек Не читать Книги Шилопарупады Следующий день Потом Два часа Вычитать Вместо часа Ну, вот И сделать Такое Выжигание Для ума То же самое Будет Ну, с книгами Конечно Сложно Так сделать Ну, в принципе Сели Вычитали Свои круги И начали читать И просто Читайте Целый день Пока вот Пока уже Все Пока уже Глаза Ну, главное Чтобы там Освещение было Проветривалось Все Поза удобная Как У меня есть кресло Любимое Я Оно называется Тамагуна Кресло Кресло Мое любимое кресло Я его называю Тамагуна Оно очень удобное В нем очень удобное Погружаешь Ничего Тебя не волнует Больше Ничего не охота Если бы не книга Перед тобой То вообще бы ничего Не делал Просто сидел бы Леспа Вот И надо устраивать Такие вещи День чтения День День мантры День Киртона День служения Ну Может не стоит Проводить там День сна Но И день йоги Но все Что касается Все Что Все Все Тианги Предного служения Которые нам помогают Духовной жизни Особенно основные Вот их бы неплохо День устраивать День божества Вот день божества Устраивайте там Как-то В общем Генеральную уборку Алтаря Мандиры марджинов Да Алтаря Все что рядом с этим Протирайте там Зеркала Если они там есть Лампочки Вкручивайте Меняйте Освещение Одежды Смотрите Все ли бусинки Там Которые подшивали На месте Если они есть Все ли цветочки Эти Не все ли обласели Еще вот эти Пластмассовые Вот вообще Конечно Нам деваться Сейчас некуда Мы не в Индии Живем Чтобы у нас всегда Живые цветы были На алтарях Ну прям Пластмассовые цветы Это проклятие Вообще Кальюги Вот она Это вот прям Натуральное Это ображение Материального мира Смотришь Красиво Вот прям Вдохновляет Подходишь Пластмасс Трогаешь Он не пахнет Вообще Харибах Тивиласи Говорит Что Это одна из Севаппаратов Предлагать божествам Цветы без запаха А к чему Идут Севаппаратки Ну Ну да Идут конечно Основная у них Основной плод У них какой У своего аппарата Что Оскорбление При поклонении Божествам А туда же Относится Кстати Несоблюдение Вашнавской Этикеты Если это не связано С вошнавской Аппаратхой Ну Не совсем Бхактия Когда мы Совершаем Аппаратху Что такое Аппаратха Как это Ну да Оскорбление Как она Переводится Что такое Аппаратха Против Радхи Апагата Радха Против Радхара Не выступаем И когда Мы выступаем Против Радхарани Она уходит Но Когда она уходит У нее есть Атрибут Которым она Наделяет Когда она рядом Атрибут Радхарани Это вера Это Шрадх Это ее То ли То ли То ли Валь Не знаю Какое Из этого Используется Это Атрибут Радхарани Если у нас Есть вера Значит Мы не совершаем Аппарат Значит Радхарани Довольно Мы против нее Действия Если у нас Вера Теряется В общество Предных Громко Может сказано Просто Приду в храм Помою полы С друзей Там нет Сенат Кусанги Знакомых Нет А это Ну вот Предные Какие-то Собрались Ну Предные Предные О чем мне Там особо С ними Разговаривать Это уже Первый Первый Звоночек О том Что Радхарани Уже Недовольны Вера Начинает Падать В общество Предных Мы Предные Они Настолько Редки Мы Обуславливаемся Чем Крупнее Город Тем Больше Обуславленность Мы Начинаем Селиться Там Где Предные Живут От Метро До Храма Идешь Так Она Вайшнавская Тропа Там Накусенина Полежайска Идешь И просто Каждые 30 метров Предных Встречаешь Как-то Привыкаем К этому Нормально Легко Все А зачастую Можно Можно Предных Недель Не видеть Месяц Не видеть Год Не видеть И если Мы будем Пренебрежительно К этому Относиться То конечно Конечно Устроит Этот Как это Называется Испытательный Срок Нам Даст Чтобы проверить Насколько Мы Искренне В отношении Своечного И то же самое С святым именем Мы думаем Да что Проблема Какая Взял Четкий Да повторил Монтру Ну что Вот Сегодня Там Больше Сорока Кругов Да Да Че Сел Повторил Сорок Кругов Ну Сложно Что Либо Тем более Ну Время Еще До Штиддесят Четырех Еще Время Есть Еще Сколько Ну Двадцать Четыре Круга До Двенадцати Ночи Успеете По сути Дело Не сложно Или Ну Что Такое Взять Шестнадцать Кругов Повторить Что Такое Шестнадцать Кругов Ну По Времени Даже В течении Всего Дня Ну Разбейте Весь День Даже Ну Сколько Вам Нужно Пятнадцать Минут Там Труднейший Круг Повторил Погулял Еще Пятнадцать Минут В течении Дня Шестнадцать Кругов Вычитывается Четыре Круга Ну Что Такое Четыре Круга Повторить Ну Даже Очень 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 Непривыкшему К этой Деятельности Человеку Надо Ну Час Пускай Я представляю Пятнадцать Минут Круг читает Ему Час Нужен Ну Нормально Да В самом Начале Люди По пятнадцать По двадцать Минут Читают Круги Ему Нужен Час Один Круг Повторить Сколько Времени Надо В день Чтобы Повторить Один Круг Просто Один Круг Ну Семь Шесть Семь Десять Пятнадцать Ну Двадцать Минут Найти Вот Представьте Человеку В день Нужно Найти Всего Двадцать Минут Чтобы Повторить Один Круг А ведь Не все Это Могут Сделать Более Того Харе Кришна Махамандру Целиком Не каждый Может Произнести Чего Им не хватает Им не хватает Расхарани Атрибутом Который Является Вера Они Просто В это Не верят И Ретикулярный Аппарат Он не работает Он не произносит Эти звуки Почему Потому что Веры нет Смысла нет Он не видит Смысла В этом Хара не ушла В этот момент От него И мы думаем Да Легко Взять И повторить Но Каждый из нас У каждого из нас Есть какие-то Примеры Или может Я хотя бы Слышал О том Что человек Мог Долгое время Повторять Мантру Инициированным Быть И так далее А потом Раз в один момент И все И перестал И человек Вот просто Не может Не то чтобы Он не может Рот может Произнести Язык Может там Все сделать Но у него Нет никакого Внутреннего Стимула Чтобы произнести Хотя бы Один раз Целиком Харе Кришну Мантру Как Шиларупа Гасвами Приводит Пример С Больным Желтухой Ему дают Это леденец Не просто Леденец Непростой Петушок Который Электричка Продает Там леденец Это Эверидический Он Из трав Собирается Делается Как леденец Его просто Рассасываешь Он как Лекарство От Гепатита Ну или От желтухи И просто Человек Его ест Ему горьким Реально Кажется Он горьким И потом Когда Инфекция Уходит Постепенно Он начинает Сахар Ощущает Сахар Вкус И эти люди Тоже Они Они же Вроде Ели Они Знали Слад Они Чувствовали Сладкий Вкус Ладно Если бы Не разу Не чувствовали А то Ведь Чувствовали И тут Рассас Стало Горьким Шедор Гасвами Говорит Инфекция Авидии Авидии Невежество А почему Невежество Появилось Потому что Шрадха Ушла Потому что Вера пропала Вот в один момент Рассас Пропала Причем Самое Самое Подлое В этом Случай Знаете Она не будет Пропадать Потихоньку Каждый день Вы Не будете Каждый день Заходить А ну ладно Это Бог А это не Бог Или ну это Какая-то экспансия А это Ну это там Это важная Ачария Это не важная Ачария Не будет такого Что вы будете Изборочно Потихонечку Рушиться Просто в один Прекрасный момент Чего заходит Смотрит И говорит А почему Это Бог Сам себе Говорит Не так Не во все Услышанные Думают Смотрят С чего Вот это Бог Интересно И у него Начинаются Какие-то Вот Какие-то Измышления На эту На эту Тему Он начинает Подвергать Сомнения Подвергать Сомнения Нужно Причем Даже Шастры Подвергать Сомнения Нужно Даже Шастры Потому что Без сомнений Мы вообще Двигаться В самом начале Пути Никуда Не будем Но Прогресс Духовной Жизни На сомнениях Шастрах Не получится Совершить Потому что Десять Основных Истин Вед Тот же Бхатината Курова В Даши Маутатве Первая Истина Вот для того Чтобы все Остальное Что Кришна Это Верховный Чисбок Джива Это Отделенное Отделенное Индивидуальное Живое Существо Самое первое Которое Он говорит Это Веда Промана Вот Первую Истину Которую Надо Принять Что Веда Это Истина Если Мы Это Даже Не Истина Промана Это Доказательство Не требующее Подтверждения Вот Просто Оно Дефакто Есть И Его Надо Принять Если Вот Это Не Принимается Если Не Принимается Что Веда Они Промана Они Самодоказательные Их не нужно Доказывать Они Самодоказывающие То есть Утверждение Веда Оно Не требует Доказательства Если Мы Этот Вариант Принимаем То Все Остальные Следующие Девять Молотат Основных Истин Они Будут У них Будет Шанс Развиться Если Мы Этого Первого Не Примем Все У нас Сомнения Будут И Дальше Ничего Не Будет Так Вот Вера Уходит Раз И Причем У нас Она Каждый День Уходит Мы Просто Восстанавливаемся У нас Потому Что Есть Возможность Подпитываться От Предных От Божеств От Служения От Святого Имени От Саданы В конце Концов Которые От Косвеной Просто От Того Что Мы Встаем Утром И Совершаем Умовение Например Это Тоже Как-то Нас Возвращает Но Это Очень Косвенно Конечно Основные Максимальные Это Общение С Предными Мы Восстанавливаемся Постоянно А Вера Уходит Наше Оскорбительное Повторение Разрушает Потихонечку Веру Подтачивает Но Даже Если Мы Оскорбительно Успеваем Мы Все равно Очищаемся Просто Само Соприкосновение С Святым Именем Очищает Независимо От В каком Формате Мы С С С С С С Оскорбительном Или В Нам Мамбасе Или Вшуда Нам Оно Будет Делать Свою Работу Да У нас Будет Синусоиды Но Экспоненты Будут Восходящие Будем Двигаться Если Не Будем Останавливаться Самое Главное Для Наш Самое Главное Это Просто Продолжать Бежал 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 Споткнулся Упал Ну И что Упал Встал Отряхнулся Дальше Бежишь Ну Больно Неудобно Главное Не Не Идти Не Отходить Как С Маршрута Не сходить Как С Предным Разговаривали Вчера По телефону Он Говорит Я Вот Не Понимаю Ну Как Живешь Один И Со Всех Сторон Так Придавливает Придавливает Что Такое Счение Что Завтра Джаб Перестану Читать Просто Настолько Занимает Деятельность Окружающий Социум Работа Все эти Дала Я говорю Ну а зачем Вот просто Давай Просто вопрос Вот для чего Ты на работу Пошел Для чего Ну для чего Помимо там Поддержание себя Это все понятно Вообще В принципе Потому что для поддержания Себя нам Вот Пожалуйста Для поддержания Себя Сидят все Кто Руку не поднял На вопрос Отвечая Про работу И все Как-то Живут И все 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 Получается Вот И он Говорит Ну вот Но есть же цели Да Есть же цели Их можно Связать Ну есть желание И цели Их можно Связать С духовностью Я работаю Я работаю Зарабатываю Лакшми Выполняю Долг Перед родителями Выполняю Долг Перед Ну там Будущей супругой Нарабатываю Уже сейчас Там какой-то Семейный капитал Выполняю Долг Перед преднами Поддерживаю Как бы Поддерживаю Храм Там Общину Ну какие-то Вот финансы Или служение Какое-то Выполняю Свободное От работы Время И вот Вопрос У меня Вот такой вопрос Интересный возник Когда мы С ним Разговаривали Представьте Себе Марафон Представляете Марафонскую Дистанцию Ну Бегун Просто бежит От старта До финиша Какое-то Энное количество Метров Километров Там Не знаю И в конце В конце Его ждет Заветный приз Допустим Финансовый Допустим И этот человек Встает на старт И у него цель Какая Добежать Получить Это вознаграждение Причем Не важно Сколько человек Бежит Каждый Получит Что добежит Такая Счастливый Марафон Для всех Добегающих Приз И вот Представьте Он бежит Встает Встает на старт И говорит Я побегу Чтобы получить Этот Плод Приз И потрачу Его На Тех Кто Меня Окружает На Преданных На Божества На Программы Проповеднические На Родственников Чтобы им Это помогло В сознании Кришны Развиваться И вот Он побежал Хороший Мотив Ну Хороший Мотив Он задействовал У него еще есть Желание Бежать Причем Не то Что его Заставляют А ему нравится Бегать Если ему нравится Бегать Беги за деньги И деньги Потрачу На Духовную Жизнь Вроде Все Складывается Как Шил Про Упады Говорил Но Есть Одно Но Это Не Просто Марафонская Дистанция А вот Представьте Вы бежите По этой Дистанции И Периодически Из кустов Выбегают Люди С палками И Дубасят По суставам Куда По голове Ну Просто Бежите Раз Выбежал Человек Палкой Просто Раз По коленной Чашечке По правой Бах Вы там Упали Ну Не сломал Ну Как-то Больно Выбил Может Эту Чашечку Но Если Выбил Не Побежишь Но Суть В этом Разбил Ее В кровь Захромали Дальше Бежите Бежите Дальше Раз Кто-то Опять Сзади Выбегает Раз По хребту Куда Там Попал По горбу Раз По руке По локтю Раз Кисть Отбил Раз Там В глаз Попал Синяк Там Шишка Не знаю Вот И вот В таком Вот виде Мы добегаем До конца До заветных Денег И у меня Вот вопрос Нужны ли Эти деньги Такой ценой Тем Ради Кого Мы И за Этими Деньгами Стремились Вот Нужны ли Нашим Близким Нашим Вот Близким Нам Людям Какие-то Плоды Которые Мы Выжимаем Из материальной Природы Вот такой Ценой Когда Мы В духовном Плане Покалеченные Живое Существо Когда У нас Джапа Никакая Когда Мы На Киртане Последний Раз Три Года Назад На Садхусанге Были Когда Мы Книгу Шила Пропада Последний Раз Видели Это Возле Метро Санкертанщика Встретили Вот А Открывали Так Еще Позже Еще Дальше В храме В храме Бываем Ну Раз в неделю Вот Мы подвезли Кого-то Из предных И сами Забежали На три минутки Поклонились Убежали Вопрос Вот Кому-то Из тех Кто нас Окружает Доставит Удовлетворение Такое Наше Самопожертвование Да Приносит Деньги Да Не деньги Нужны Кришне И предным Не деньги Нужны Предным Предные Нужны Кришне Тоже Предные Нужны Святому Имени Между прочим Тоже Преданные Нужны Ему Когда мы Повторяем Святые Имена Святое Имя Хочет Увидеть Преданного Человек Который Предает Святому Имени А человек Который Параллельно Повторяя Какие-то какую-то комбинацию слов в этот момент пытается решить свои материальные проблемы, которые он желает посвятить для Бога. Кто-то из преданных шутил. Почему преданные грехасхи такие успешные бизнесмены? Потому что у них есть каждый день два часа на джапе, чтобы подумать о делах на работе. Да, очень хороший момент. Эфир очищается очень сильно. Реально мысли важные могут в этот момент в голову прийти. Умные, хорошие вещи в голову приходят в этот момент. То, что эфир очищен, пространство чистое, реально приходят хорошие вещи. Отложили, записали, отложили, продолжаем. Это не страшно. Шелуп Рупада пишет, Не низводите все до уровня обыкновенной музыкальной вибрации. Природа воспевания другая, духовная мантра. Это необыкновенная звуковая вибрация. Нам нужно беречь энергию мантры. Повторяя ее без оскорблений, оставаясь чистыми. Если вы оскверните мантру, тогда она утеряет всю свою силу. Это транслянг второй том. Если мы будем оскорбительно относиться к мантре, в христианстве это хорошее слово. Как оно звучит? Суе. Просто так, небрежно. Между делом. В идеале даже со служением не нужно соединять мантру. Хотя бывают случаи, но от этого никуда не деться. Но нужно, главное, не вводить это в систематику. Что мы... Одно дело, когда экстренно что-то нужно сделать, и мы дочитываем свои круги, идем куда-то, или что-то там кому-то говорим, что-то передаем. Это одно дело. Но когда это входит в рамк систематического деятельности, что мы, знаете, оптимизаторы такие. Сейчас я повторю мантру, послушаю лекцию, прочитаю лекцию, и еще поговорю с кем-нибудь по телефону по служению. Все это вроде с Кришной связано, но все, все вместе соединяясь, оно ничего в итоге не делается. Качественно. Шилбрупада также в письме пишет. На самом деле следует больше внимания уделять поклонению звуковому воплощению. Да, если есть возможность установить божества и строго следовать правилам поклонения, это также нужно делать. Однако главная часть нашей деятельности является поклонение звуковому воплощению. Это главная наша практика. где Кали Кришна приходит сюда, но у него форма интересная, потрогать нельзя, увидеть не получается, только услышит. Форма святого имени, намарупа. И повторять мантру можно как угодно. Я имею ввиду, нет строгих правил предписаний для повторения святых имен, Господь читает, говорит, но в то же время в то же время Шрилу Санатна Гасвами, составив Харибхак Тивиласу, он прописал какие-то истины, которые будут либо помогать, либо следованием не будет мешать повторений, даже святых имен. Например, можно повторять мантру без чёток. Можно. Можно петь её, можно повторять, можно на чём угодно, на счётчике. Но! Харибхак Тивиласа. У меня, к сожалению, здесь удалилась конкретно какая Виласа, какой стих. Я восстановлю как-нибудь, может быть, потом скажу, какая конкретная. Но это из Харибхак Тивиласа. Утверждение. Если человек, получивший посвящение, не пользуется чётками, на чётках мантру не читает, то его повторение становится демоническим. Харибхак Тивиласа. Там есть, скорее всего, ссылка Харибхак Тивиласа. Это просто сборник. Есть конкретное утверждение с какой-то Пуран, или там на раме Смирите, что-нибудь там. Какое-то произведение конкретное есть. И хотите проверить глубину нашей нам аппаратки? Антон хочет. Точно. Больше всего остальных сомневаются. Но есть признаки. Просто есть несколько признаков. То, что наша нам аппаратха достигает уже ну как-то серьёзных, проблемных масштабов таких. Шесть. Шесть. Нам аппаратха Баджина Сева. Оскорбительное воспевание с твоего имени. И у него есть шесть признаков. Первое, это мы начинаем критиковать авторитет. Если у нас в отношении авторитетов какое-то критическое настроение появляется, надо понимать, что это признак оскорбительного воспевания с твоего имени. Когда все приходят в самом начале духовной практики, кому-нибудь есть дело до каких-нибудь авторитетов и критики их? Да и вообще об этом не думаешь. Первое, там, конечно, есть проблема другая, что идеализация очень сильная. Человек ходит и говорит, Господи, цветы, куда я попал? Ещё, я не знаю, тысячу лет это искал. Кто эти люди? Вы видели, да, один светится у одного нимб, у другого крылья. Что это? До какой-то степени идеализация присутствует. Но людям в тот момент без разницы. Какие авторитеты, за что их критиковать? Ну, хорошо, они в духовный рай попали. Следующее, это ощущение, что другие неправильно воспевают с твоего имени. Знаете, я правильно воспеваю с твоего имени, а другой неправильно воспевает с твоего имени. Я вот медленно повторяю с твоего имени, и мне так удобно. А он быстро повторяет, а ему так удобно. Это нормально. Но если мы говорим, что правильно читать мантру, медленно. Все остальное апосом продает. Или наоборот быстро, или в уме. Если мы начинаем как-то скептически относиться, или уж тем более критиковать людей за виды практики воспеваний с твоего имени, это надо понимать, что наши джапы оскорбительны. Наше воспевание с твоего имени с оскорблением не происходит. Следующее, третье. Это, если это желание появилось, знайте, мы неправильно успеваем с твоего имени. Это желание своей джапой спасти другие живые существа. Это мы выходим и начинаем на муравьёв, там джапу читать, на людей. Причём не то, что человек просто громко успевает, а вот реально сейчас, если я не произнесу громко святое имя, кто им поможет. Люди приезжают домой после храма и там родственники с ума сходят, орёт, ходит по квартире, спасает всех подряд, соседей. Вот это желание спасти там наркоманов, алкоголиков, материалей, ходят люди, орут свои джапы, спасают людей. Нам аппаратха, нам аппаратха баженцевы, у нас причём. Они-то получают благо, они без сомнения получают благо, но у нас уже проблемы появились. Четвёртое, это появляется в уме уверенность в будущем. Ну, что я, год сейчас повторяю, инициацию получу, потом какое-то служение себе возьму такое интересное, буду пуджарить, помогать пуджаре, да, подпуджаре было. Проповедовать буду, через два года вторую получу, потом, потом, вот, потом буду продолжать в этом же духе, и, вот, говорят же, лет 20, там, 25 надо, чтобы выйти на уровень серьёзной нишки, или даже начальной стадии ручи, и вот, выйду на это. Вот, такие планы себе грандиозные строит в духовной жизни, он уверен, что есть какая-то, есть какой-то иерархия, да, и, да, и просто, он начинает быть уверенным в простой вещи, он уснёт и проснётся. У меня, вот, в пятницу знакомая позвонила, говорит, вот, мама уснула и не проснулась. И всё. Вечером с ней сидели, разговаривали. Она там завтра сходила на рынок сходить, там, пенсионное, это, удостоверение, получить или поменять. То есть, день был расписан. Она знала, во сколько она встанет. Она болела, я не спорю, у неё рак был. Ну, она не такая критичная стадия, что прям, ну, конечно, болезненная, но она ещё адекватная, ходила, всё нормально, её не съела, там, во-первых, грустная, во-вторых, ну, как бы ещё она держалась. Громадёв планов, весь день был расписан, она знала, во сколько ляжет, во сколько встанет. Всё, она будильник завела, мы же каждый день заводим, путели. И всё, и не проснулась. Я не говорю, что он не нужны планы, конечно, строить. Надо понимать, что от нас-то мало, чего-то зависит. Ратхи Караман, думаете, знал, что он сейчас окунётся в Емуну, отмыться от песка, которым они бросались, и не выплывет больше. А там всё, Кришна в форме змеи сделал дела, и всё, и не выплыл. Или предные, как, не забыл, с Нижнего там, трое разбились-то. Там у него Самадхи, кстати, знаешь, Шайанада, да? Нет. А? Не-не. Вот предные трое, Санкертанщики, да, двое разбились, они на машине поехали, в другом городе, Анангамахан. Анангамахан, второе я не помню, я просто почему помню, Анангамахан у него в Нижнем, в Афонином, у него там Самадхи его. Ну, там, видимо, урна, не Самадхи конкретно, урна его там, с Пеклом. Вот. Тут тоже, знаете, тоже предные ведь ехали с планами с какими-то. Раз и всё. Мы думаем, у нас тут линии всё решат. Линии всё решат. Без Кришны линии решат. А с Кришной линией вообще ничего не решат. А только Кришна решит, и линия оборвётся в какой-то момент. Поэтому уверенность в будущем у нас появляется, даже в духовной практике. Пятое, это подражание авторитетам и старшим преднам. Мы начинаем ходить, потому что тот на джапе ходит. Это же авторитет. Мы начинаем там, не знаю, головой трясти во время джапа, потому что, видите, кто-то из старших предных так повторяет. Мы начинаем имитировать жестикуляцию во время лекций. И не дай бог язык, голос, тембр. Начинаем подстраиваться. Мы начинаем петь. Сейчас пойду, я тут половину меня отправит. Ну, понятно, мы начинаем подражать деятельности предных, находящихся на уровне более высоком, чем мы. А мы не дотягиваем до него. Прямо сейчас начинаем подражать, имитировать их. И это тоже плоды нам аппарата. И шестое, это было пятое, правильно? Подражание авторитетам и старшим предам. И шестое, это стремление читать новые книги, не реализовав положений из предыдущих. Мы еще одну книгу прочитали, ну, знаете, как не знаю как в стране чудес. Читаем Багадхи, Туще Мадагу, читаем Чаритаву, это все, Нектар Предности, Насталений, Шпаниша, любые книги. Читаем, как не знаю к стране чудес. Ой, такой-то, такой-то Махарадж, пошел к такому-то Махараджу, вот сейчас Багу там, когда, а, сейчас еще идет двадцать, первая песня, да? Багу там, о, песня, глава, глава, двадцать первая глава. Вот. Ну, вот со следующей главы, там, с двадцать второй, начнется встреча Махараджа Придху и Кумаров. О, прямо детский сад, как картинки из детского сада. А вот такой-то дяденька пошел, такие-то к нему дяденьки, четыре голеньких, маленьких, пятилетних, спустились, и они там сами летают. Вот просто, как это сказать, история, ни больше, ни меньше. Она, благо, приносит такое изучение? Приносит. Не, приносит, реально, приносит. Но если мы пролистываем книгу за книгой, знаете, вот этот вопрос, а какую печь, чемат-багаватом, вы уже читаете? Вот без слова «уже» нормальный вопрос, да? Какую печь, чемат-багаватом вы сейчас читаете? Человек может любую читать, откуда я знаю. А вот слово «уже» или «а сколько книг Шила-Праупада вы прочитали?» Одну и то не до конца. Помните историю с Махараджи Тиштирой и алфавитом, да? Сколько выучил за это время? А вот первое предложение из букваря из Венического. Одну я книгу прочитал Шила-Праупада и то не до конца. Как, а кто же? Ну, мне кажется, Хридайна-Бухараджи был. Просто там не один ученик Шила-Праупада такую вещь говорил. По-моему, я вот про Хридайна-Бухараджи. Но суть в том, что он говорит, когда я читаю книги Шила-Праупада, особенно комментарии, я не перехожу к следующему предложению, не поняв, как прочитанное мной реализуется в моей жизни, проявляется в моей жизни. То есть, вот он читает предложение и он говорит, я обдумываю, как эта вещь в моей жизни проявляется или как ее проявить или как ее реализовать. Вот пока я это не сделаю, я не читаю дальше. А иначе будет вот не знаю-ка или как Алиса в стране чудес. Просто какой-то детектив, шутер, мелодрама, комедия. Тут в Багава там все есть. Если его экранизировать, это вообще будет. Звездные войны будут где-то нервно в сторонке отдыхать просто и молчать в тряпочку, если Багава там поставить со всеми этими 5D там с спецэффектами. Ну, а там весь все. Ну, только я не знаю, как там с десятой песнью. Ну, как-то поскромнее. Закрытый показ. Поскромнее как-то, да. Так вот, и есть основные атрибуты нам Абхаз очистительного воспевания. Это были признаки, по которым мы можем себя понять, что мы воспеваем оскорбительность в то время. Но есть атрибуты для того, чтобы нам Абхаз в нашей жизни начал устанавливаться. Первое, это повторять мантру в утреннической. Если мы мантру повторяем с утра все свои круги в идеале. В идеале один присест, в идеале сидя, в идеале контролируем, но там в идеале в идеале оно бесконечное это дело, можно стремиться. Но просто как минимум, если мы все свои круги повторяем утром, это уже признак того, что мы встали на путь отчистительного воспевания с тихими. Следующее, это мы не пропускаем слова. То есть мы реально стараемся контролировать. Понятно, что что-то там может где-то и проскочит, но мы стараемся контролировать каждое слово из мантры. Следующее, это все внешнее. Следующее, это мы проговариваем каждое слово. Не просто мы не пропускаем их, а реально проговариваем. Проговариваем, а сколько слов в Махамантре? 16. Сколько слогов в Махамантре? И не меньше. Понимаете? Не 31. Не рам, рам, хоре, хоре. Если мы произнесли рам, мы не сказали рама или рама. Слово рам это один слог. В Махамантре их 32. Есть внутренний элемент на Мабхазе. Это контроль ум, о котором мы каждый раз слышим. Три внешних и вот этот внутренний, когда мы стараемся. Просто довольно простая идея. Если мы стараемся отслеживать состояние своего ума в плане о чем он сейчас размышляет и размышляет вообще. Если да, просто башмаком по башке и возвращаем обратно к слушанию мантры. Так может быть тысячу раз в течение одного круга. И это нормально. Если мы замечаем, что у нас тысячу раз ум уходит, для Битахслю Кальюги это достижение. Хотя бы раз его вернуть. Поэтому сколько бы он не убегал, мы просто не расстраиваемся и продолжаем делать. И это так же выжигает дурь из нашего ума. Просто выгорает. это было три внешних и одно внутреннее. Три внешних повторять. Первое. Утренние часы не пропуская слова, проговаривая слово. То есть оно полноценное слово должно быть. Хре, Рам. Ну там только с Кришной не так все просто. Как не раз же нам Хараш. Хари Кришна дорогие Вайшнавы. То есть мы же произносим и Р по-русски и И тянем. Там ни Р ни И нету толком-то. буква Р с точкой на Ры. Ну Кришна 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 Хари Кришна 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 То есть там Кришна Ну нормально китайцы без Р вообще живут и ничего. Кришна принимает Кришна и у них все хорошо. Хали Кришна Хали Кришна Ну нету людей в языке Р, что теперь поделаешь. Кто-то Хори Кришну Рамуа Ну если это их не акцент изначальный то Кришна примет. Если мы подражать начинаем бенгальской ноте ну это странно по крайней мере. Кришна 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 то есть языки понимает он даже от собак примет. Но это как раз когда мы начинаем в бенгальскую баву впадать это как раз вот это подражание авторитетам и старшим преданам. Но он же говорит поет так повторяет так и мы тоже будем. И когда Радхарань уходит эта шратха ее атрибут ее пропадает мы становимся отсутствие веры характеризуется равнодушием к окружающему нас миру. Вот нам просто он безразличен становится понимаете. Нам становится просто безразличен эти люди божества деятельность сама практика нам просто становится вот если веры нет нам становится все равно на эту вещь. Ну просто все равно безразлично есть она или нет. Если мы не верим что святой им нам помогает нам все равно есть она или нет повторяем или не повторяем безразлично. Фаринам Чантамани Бахтинут Такур пишет лекарство от равнодушия. Виновный в равнодушном отношении к святому имени должен общаться с преданным повторение с преданным повторение которого может служить примером. как только вот это равнодушие мы себя если смогли обвинить в том что мы равнодушны к святому имени стали что нам как-то немного все равно на процесс воспевания стало. Нам нужно идти и общаться с предным повторение которого является для нас по крайней мере примером. нужно ежедневно в уединенном месте в течение некоторого времени повторять святое имя в его обществе причем вот просто вдвоем упросить его договориться. Никогда много народа смешение баф смешение умное настроение а вот вы вдвоем и вы садитесь в умное настроение принятия что сейчас вы будете принимать а сейчас там посмотрите а то сейчас набросится ага вот я про это чуть-чуть он столько это будет это интересно с одной стороны здорово мы все задействуем в служении Кришны все современные хай-тек технологии не только хай-тек механические штучки те же микрофоны а с другой стороны когда я например мне очень нравится как задвигают шторы сами такой какой-то мистический открывается и закрывается сами какой-то мистический такой добавляет орел там похоже правда господь они сами все понимают что происходит но все равно как-то оно выглядит красиво с другой стороны я когда вижу когда они открываются или закрываются я почему-то вспоминаю посудомоечную машину микроволновую печь шлифовальную машину для обуви то есть такой бездушный механизм с которым ты не можешь развить отношения то есть там там нет энергии энергии любви вот вообще никакой в этой приготовленной пище в микроволновке ну там она ее назвать как приготовленная это страшно посудомоечная машина то есть вот там нету аспекта служения три тарелки у меня родственники тоже дядя с тетей ну то есть ну в общем как они там называют дядя с тетей муж и жена вот они там шесть тарелок съели в посудомоечной машине шесть тарелок съели в посудомоечной машине вот я говорю что тут шесть тарелок ну возьми ты жена мать его детей помой шесть тарелок она говорит ну она так тоже с философским говорит я вот не понимаю если мы можем себе это позволить и выделить это время на более важные вещи я бы был бы согласен если бы они были более важными он в бильярде она по телефону дети дети в компьютере все более важные вещи процесс приготовления уж вообще молчу так вот некоторое время повторять святое имя в его обществе вдохновленный энтузиазмом этого вайшнава и его вкусом повторению святого имени человек захочет следовать его примеру и повторять внимательно и в принципе это же универсальный метод но свято надо надо вот самый главный может быть я слишком беру на себя много называю это самым главным секретом развития отношений но невозможно построить отношения в группе людей я сейчас объясню что это значит невозможно выстроить идеальные ну вот не то что идеальные а вообще близкие теплые отношения в группе людей невозможно если у вас с каждым из этих людей нет теплых близких отношений с группой невозможно вот я вас всех люблю у меня у меня у меня у меня у меня у меня есть уважение вот все как группе но это не будет работать если у меня с каждым из вас находящихся не будет лично теплых близких отношений чтобы я чтобы я каждого из вас любил чтобы каждого из вас уважался чтобы каждому из вас доверял если вот такой связки нет с каждым то с группой отношений бесполезно строить и то же самое то же самое со святым именем то же самое с особенно с вот этим восстановительным действием если у нас плохая джапа нам нужен человек нам легче в обществе вишнаву повторять но нам нужен один человек который от которого мы будем заражаться. Заразить всё равно один. Сколько бы на нас людей не чихнуло, подхватим мы от одного инфекции, тут не дать нельзя. То же самое и здесь. Нужен один человек, нужно попросить его помочь нам восстановить, ну или как минимум сдвинуться с мёртвой точки воспевания стыг-мёд. Сесть и периодически с ним поповторять стыг-мёд. Поганть круг, не знаю, а несколько манды хотя бы. Но тут главное, чтобы мы хотели от него получить, а он готов был нам дать. В плане желания своего. Если это будет, то всё получится. И то же самое в киртане, то же самое в чтении книг. Причём не надо сидеть там в унисон, читать одновременно с ним одни и те же слова. Нет, вы просто садитесь вместе, когда он хочет читать книги, и просто рядом с ним сидите и читайте. Оно войдёт в нас независимо от того, даже хотим мы или нет. Но чем больше хотим, тем больше войдёт. Читает книги, я читаю? Нет, нет. Он читает книги, и вы читаете книги. Если он читает книги, вы поёте киртам, тут как-то проблемы у него. По крайней мере у него в чтении. И этот универсальный метод Бхактинот Аккур нам тоже оставил. На этом, наверное, закончу. Что нам нужно для эффективного духовного прогресса? Нам нужно соблюсти три вещи в своей жизни. Первое. Нам нужно найти Махатару. Махатара — это кто? Матчана. Не помните. Хорошо. Махатара — это тот, кто более продвинутый, чем мы. Тот, кто больше, чем мы, продвинулся в чём-то. Причём этот принцип можно применить не обязательно к духовной практике даже, и не обязательно к конкретной анге предмного служения. А вообще, в принципе, в обычной жизни даже. Махатара — это тот, кто больше продвинутый, чем мы. Например, мы хотим научиться готовить. Кто будет являться для нас Махатарой? Ну, какой-то уже существующий повод. Анандшай пробовал. Ну, Анандшай пробовал. Да, Чан Шакхар пробовал. Амивилас, в конце концов, пробовал. Нам нужно начать сближаться с человеком, выстраивать с ним какие-то отношения в рамках той сферы, в которой он более продвинутый, чем мы. Если мы хотим готовить, ищем повара. Если мы хотим поклониться божествам, ищем дуджария, харинавма, санкиртана. Неважно. Юрист. Если мы хотим стать хорошим юристом, нам нужен просто опытный юрист, который уже, несмотря на теорию, уже обладает какой-то практикой более продвинутый, чем мы в теории. Следующий пункт – это свабавики. Свабавики. Это у нас должна быть схожая природа. Нам должно быть интересно одно и то же. Представьте, старший предный, вот вы, например, на Харинаму любите ходить, а старший предный, с которым вы хорошо знакомы, у вас какие-то отношения с ним сложились, а он пуджари. В хорошем смысле до мозга костей. Пуджари. Который человек постоянно медитирует на своё служение, как его улучшать, как его будут стандарты поднять, не знаю, всё что угодно. И вот представьте, он более продвинутый, чем вы. Даже, может быть, хренами он там более продвинутый, чем вы. Но ему, ну как бы у него, вот она здесь, она ограничена вот этой площадью, площади алтаря и алтарной, вот у него и пуджарской комнаты. И он там живёт весь, всем своим сознанием. И ему, вам с ним сложно будет, ну как бы длительное время общую, ну вообще даже какую-то связь по большому счёту поддерживать, потому что у вас разные интересы, они разнонаправлены. И третий, даже если вы хотите готовить, нашли повара, нашли преданного старшего, и он умеет готовить, и реально готовит постоянно. Вот, если у вас с ним не сложилось снег, да? Или тёплые, тёплые, близкие отношения, то тоже эффекта будет мало. Если это для вас икона стиля, не знаю, вы любите ходить на коринаму, и при виде кришнадаска и раджа, правда, у вас коленки трясутся, голос пропадает, и вы там икать начинаете, от его, ну, для вас просто возвышенный вашнав, при котором вы немеете, цепенеете, как Нираджан Махараз говорил. Разные, конечно, есть проявления уважения и благоговения, но, говорит, иногда попадаются всегда, иногда, говорит, попадаются такие крайние формы проявления. Говорит, я захожу в комнату, в котором находятся три моих ученика, и я вижу, один замирает, у него столбняк, просто он не знает, что делать. Всё, он завис, и у него гуру зашёл, он не знает, он потерялся вообще, он не в этом мире. С него можно просто картины писать или статую лепить, он не сдвинется вообще. Второй начинает судорожно, что-то там делал, у него вот дезориентация движения и сознание, он не понимает, ему что нужно поклониться, что-то отложить, что-то взять, куда-то ставить, он вот начинает двигаться туда-сюда. Говорит, и классический случай, третий падает, и без остановки, что-то там произносит, что-то там повторяет. Он говорит, а я зашёл попросить воды. В этот момент нужно произнести пранаватор, нужно постараться удовлетворить духовного учителя, понять, что ему нужно в этот момент от нас. Поэтому, если у нас такое отношение к старшему преду, нет вот этой снегды, нет тёплых, близких каких-то отношений, не переходящая, конечно, фамильярность, всегда понимающая какую-то границу, но если все эти три пункта мы соблюдаем, то у нас очень хороший шанс прогрессировать в духовной жизни. Причём, чем раньше в духовной жизни мы начнём их реализовывать, тем лучше. Когда человеку нужен Шикши Гуру, ну или наставник в духовной жизни, на каком этапе? В самом начале, в середине или в конце? Всегда. С самого первого дня. Большинство проблем возникает из-за того, что кто-то, ну, не все готовы брать на себя ответственность за начинающих предных, и ещё меньше начинающих предных готовы передавать этот функционал, принятие решений в чужие руки, быть под руководством каким-то. Вот в плане доверия или ответственности за начинающих предных в этом плане вот очень хороший показатель. Вот недавно мы прощались с Раддом Адаром Прабу. Вот он реально был одним из лидеров, что ли, по передаче доверия начинающим предным. Столько, сколько он доверял новичкам, мало кто, мне кажется, делал. Причём он знал, что человек ещё не квалифицирован до конца делать это служение. Но он всё равно ему доверял. Он говорит, делайте, делайте, мы подстрахуем, мы поможем, мы добавим, мы подскажем, мы не бросим. Но вы главное начинаете делать. Я не умею, я не квалифицирую. Вы начните, начните, приходите за помощью, обращайтесь, спрашивайте, переделывайте, если что. Ну, главное, начинайте. Основная задача дать, дать, дать возможность предным самостоятельно, самостоятельно выполнять служение, учитывая, что они готовы быть под руководством. Быть под руководством это не значит, что нам говорят, что делать. Или как уж, тем более, делать. Быть под руководством это когда нам доверяют, и в случае нашего несовершенства в деятельности мы готовы прийти и попросить совета. В принципе, это и есть описание того, что значит быть под руководством. До какого-то, в какой-то момент, конечно, в самом начале нам чуть ли не пошагу стратегию рисуют. Идешь туда, делаешь так, мы в алтарную ходим, в храмную комнату ходим, нам говорят, кланяться так, кланяться туда, произносить то, делать то, но это на уровне набора навыков происходит. Мы набираем эти навыки, набираем, набираем, набираем. Как только старший предатель видит, что мы уже готовы без его поддержки, это как ребенок ходит, да? Первые шажки. Он идет, шагает, падает, шагает, падает, шагает, падает, чтобы он не разбивался, и у него, самое главное, вера в процесс не пропала, в желание ходить. Родители его поддерживают, да? Берут его за руки, там, за куртку. Меня так напрягало, это когда за куртку тебя держали, за шарф. Это вообще позорище, мне казалось такое. Я маленький, меня всегда прям напрягало, я иду, и спотыкаюсь, и меня раз за шарф, я, господи, опять меня за шарф. Мама, отпусти я могу. Да, да, могу. Отпусти я могу. Да, ну, давай, беги. Все, три шага. Аааааа. Все, там лицо, или грязель в крови. Или ободрался, если летом. Вот. И также старшие предные, они поддерживают нужный момент, они не участвуют. Родители что? Говорят, так, берешь правую ножку, встаешь сюда, потом левую сюда, потом. Да нет, они понимают, что есть естественные потенции служить. Есть естественная потенция ходить. И у начинающих преданных есть потенция служить. Все хотят. Просто еще пока не умеют. Ну, коряло. Проблем больше иногда от нашего служения, чем пользы. Но он видит, он понимает, что проблемы. Сейчас только он... Но. Сейчас немножко потренируется, у него все будет получаться. Он будет ходить нормально. Но как только он видит, что мы уже пошли, все. Нормальный... Нормальный... Все адекватные люди начинают давать возможность делать шаги самим. Даже иногда немножко падая, чтобы не расслаблялся. Чтобы не думал, что если что, всегда поддержит. Но если критическая ситуация, поддержит всегда. Как тоже история с Шилпру падает. По-моему, тоже из 30 лет до века, Хариша, он не пробовал. Он говорит, однажды я увидел, Шилпру падает, разговаривал с одним из учеников, который не дочитал 16 кругов. И он взял его за шику. Не-не-не, он взял его за шику. Он взял его за шику и подтянул. И тот, знаете, в полупадении находился. А Шилпру падает, он за шику держал. И тот не падал из-за того, что его за шику держали. И Шилпру падает, говорит, если ты будешь читать каждый день свои круги, то Кришна будет тебя держать. Если ты перестанешь это делать, он тебя отпустит. И что с тобой станет? И он упал. Соответственно, он напал. Старший преданец всегда будет поддерживать в нужный момент, в критический момент. Но это не значит, что нам нужно идти каждый раз дома. Да, если что, не упаду. За шарф всегда поддержит. За шарф. Нет. Поэтому во всех видах практики Махаттара, Свабавики, Снигда, и как только мы чувствуем какое-то проседание в одном из видов служения, надо выбирать человека, который нас в этом служении вдохновляет, и просить его вдвоем с ним, вот просто ему помогать. или просто находиться рядом с ним, просто вот этот вкус будет передаваться. Шить, вязать, все что угодно делать. Копать клумбы возле храма. Все, все будет передаваться. И апогея этого все, конечно, святое имя. Наша джапа. Нам, как там, нужно быть всегда неудовлетворенным тремя вещами и удовлетворенным тремя вещами. джапа одной из тех, чем нельзя быть всегда удовлетворенным. Потому что ее никогда не получится воспевать максимально идеально. Вот так, дорогие, предные, на этой вдохновляющей ноте мы закончим. Идея простая. Идея простая. Нет строгих правил по воспеванию десятых имен. Нет. Но есть куча вещей, которые будут нам помогать в этом. И пренебрегать ими это глупо. Просто глупо. Если есть вещь, которая может помогать, зачем ей пренебрегать? Это глупо. да. Три вопроса. Махатара, Салбайки, книги, тренировки. Вот по поводу Махатары, предположим, а если не личное общение, а если книги, например, Шачанана Махараш, о воспевании святого имени, он очень погружает, очень сильно. Достаточно ли вот такого общения? или как? Будет эффект? Ну, конечно, будет эффект. Вдохновение это мы получим, энтузиазм, заразимся. Но когда у Шилапрабхада ученик спросил, Шилапрабхада, зачем мне духовный учитель? Вы же все из книг говорите. Вы же все из книг говорите, правильно? Говорит, да. Ну, и я могу все из книг взять. Правильно? Он говорит, да. Он говорит, так зачем мне гуру? Зачем мне личная связь с каким-то человеком? Я же без нее могу обойтись. Шилапрабхада сказал, да, хорошо. Он взял книгу, ударил по лугове и сказал, потому что Шастра не может сделать тебе вот так, если ты что-то сделаешь неправильно. Здесь то же самое, эффекта вдохновения никто не отменяет, но теплые близкие отношения помогут, чем ближе отношения с этим человеком, тем больше он готов участвовать в нашей жизни, понимаете? Ведь близость отношений это не то, что мы можем к нему заходить ногой дверь и открывать, а то, что этот человек готов участвовать в нашей жизни максимально эффективно. И чем ближе у нас с ним отношения, тем больше он в нашей жизни будет участвовать, тем больше будет помогать. И если у нас какие-то будут недопонимания или трудности, ведь даже от книги Шачтана Махараджа можно сделать какие-то свои странные выводы, находясь там в гуне невежества. Мы все находимся под влиянием гуна материальной природы. И чем ниже гуна, тем страннее мы можем сделать выводы из возвышенной книги. Реально. Мы можем прочитать книгу Бхакти Рянга своим Махараджа, там Стрелай милости сделать странные выводы. Если у нас нет человека, которого мы можем уточнить, а я вообще правильно понял? Он говорит, ну и вот тут смотрите, человек, который лектор, с которым вообще ни о чем, незнакомый, никак не общаетесь. Вы ему говорите, я правильно сделал? Он не сможет вам ответить конкретно, вот прям досконально ваш вопрос разъяснить, потому что он не знает вашу ситуацию, откуда, может для вас это действительно правильно. Он может общие философские вещи осветить, но конкретно нашу проблему он разбирать не будет, потому что он не знает ее. Я тогда помню какой-то вопрос про там бывает вот так вот, и вот я встречал с преми, вот так мы поговорили, то-то-то, ну я сейчас суть вопроса не помню, да и не важно. И он так вот в общем как-то философски что-то по книгам, по татве ответил, а потом когда лекция закончилась, он подошел и говорит, а ты мне расскажи, что там было-то? Я, говорит, тебе не могу ответить, я же дел-то не знаю. И мы с ним сели, я ему рассказал что к чему, он мне дал уже более конкретный вопрос. Так вот, чем ближе вот эти отношения, тем конкретнее он даст ответ, сможет, тем сильнее, лучше помочь. Потом можно, можно, но эффект будет только такой, стартап, энтузиазм пошел, а дальше если отклоняемся, то непонятно что делать. Книжка она не видит этого. Вот там еще вот эта фраза «С группой людей невозможно теплые и близкие отношения, если с каждым нет отношений». В отдельности. В отдельности, да. Я столкнусь с такой проблемой, что ресурсы ограничены, как правило, время. Ну, и вот насколько, что такое близкие отношения, ну, чтобы со всей группой было что-то. Ну, еще такое ощущение, что ну, такие, ну, такая вещь, очень дешевая, вот, и может быть даже не совсем такое получится. Ну, со всеми, конечно, очень близких и никто не говорит, что получится. У нас категория «Друзей у Кришны», помните? Первая, кто там? Сакха, Сухрид, кто там? Тут еще, я забыл, категория, там, четыре категории друзей, конечно, каждый по мере приближения. У нас тоже в жизни то же самое. Скажите, у кого есть 20 близких друзей? Это невозможно, просто это близких друзей их бывает два, три, там, четыре, это уж, не знаю, многодружец какой-то. Такие близкие прям отношения не разовьешь, прям вот сердечные с каждым. Но для того, чтобы сказать, вот есть какая-то группа людей, и нужно ведь все равно с каждым какие-то отношения общие делать. Как? А если у нас своба, своба, своба разная, то есть у нас природа разная, нам интересны разные вещи. Самый простой это, самый простой для развития отношений вдвоем. один на один, это с этим человеком заниматься деятельностью, которая интересна обоим. Ну, например, если он санкиртанщик, а вы буджаре, вам неинтересно будет ни на санкирте, ни на, ну, я не то, что говорю, неинтересно. Ну, то есть у вас, да, ну, как бы, вы делать-то оба будете, но вот таких прям вот сопричастностей друг с другом не возникнет. Но вы потом пошли и, оказывается, он умеет хорошо готовить халаву, там, а вы, а вы, а вы готовите соленые какие-то соленые вещи. И вот вместе пошли, поготовили, и вот на фоне того, что ему интересно, пускай блюдо другое, но сам процесс одинаковый, просто найти с каждым одинаковый процесс и вместе с ним этим позаниматься. Или помочь ему, или вместе сделать. Или научить, если он только начинает, ну, как бы, свое увлечение развивать, его уже опытным в этом деле. Тогда у вас будет, знаете, совместный труд он сближает, а уж совместное служение как сближает. Поэтому, если у вас будет какое-то совместное служение, вы будете вместе, даже если вам это особо не нравится, ну, просто даже совместно, вот самый последний вариант уже, даже если ничего не нравится, просто вместе полы помыли, уже все, вот уже контакт установился, он вам тряпку подал, вы ему там отжали, он там отполоскал, а вы протерли, вот уже, уже какая-то связь установлена, уже есть что-то общее, уже легче было. Я донес судей, как вот личностно с каждым, но в целом с группой. И третий, да, ты еще? Это уже время, полчаса, надо закончить. Я что-то подзабыл. Тогда сейчас просто служба. Сейчас полчаса служба начинается. Поэтому я забыл. Поэтому я забыл. Все, спасибо, дорогие предные. Я даже не знаю, какую книгу прославить. Шилы правопадаки. Симан, мать из генис, кто-то Александровички. Да. Надо койте, что-то в ринге. Да. Денис Александрович. Что ты? Дай, 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 дай.